Всем привет! Меня зовут Гера Стреза. У каждого из нас в жизни есть такие вещи, о которых мы жалеем. Лично я жалею о том, что слишком поздно начал свой канал на ютюбе, и поэтому многое просто не успел вам показать. Но зато снимать сами видео я начал довольно рано. Точнее начала моя мама, которой было все равно, что снимать. Либо вечеринку в детском саду, либо купание голышом в ванне. Главное, чтобы на видео был я. И поэтому сегодня мы с вами посмотрим эксклюзивные видео с тех времен, когда Гера уже научился ходить не на горшок, но еще не научился пользоваться интернетом. Вперед! Вообще играть разных персонажей я начал с самого рождения. И как вы видите здесь, я Дед Мороз. И я объясняю, почему со мной не пришел Санта-Клаус. Потому что нашего Санта-Клауса заморозила волшебная ведьма. На этом моменте я как бы сам себе задаю вопрос. На этом видео я решил сыграть с папой в «Угадай мелодию». Зацените, как креативно я вошел в кадр. Мне надо использовать это в своих видео сейчас. И обратите внимание на мой костюм. Костюм называется «Униформа члена Лиги гомосексуальных джентльменов». Но мои родители вообще знали толк в моде. Сейчас вы догадаете вот эту песню. Вот. После этой песни Филиппа Киркорова вы будете отгадывать имя этого дежца. Я не понял, что я сказал. Я понял только то, что творчеством Фили Киркорова я начал увлекаться еще в этом возрасте. Этот звук означает, что мой папа не угадал мелодию. Так, это мое другое шоу, которое называется «Здоровье». Сегодня мы будем с вами разговаривать о пыли. О пыли. Как пыль попадает в организм, когда человек спит, повернувшись в голову к этой пыли, то он эту пыль всазывает в себя в организм. Вот от рта идет пыль, 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 пыль. Она может войти в мясо, в эти лёжки. Человек может... От рта идет пыль, и она может войти в мясо. И человек может умереть. А сейчас я расскажу вам, как спастись от пыли. В те времена я и уходил из видео креативнее, чем сейчас. Это видео с моего выпускного в детском саду, и это моя первая серьезная сценическая роль, потому что здесь я играю теленка. И это очень классная роль, потому что мне доверили общаться с куколками. Зацените, как куколки меня обсуждают. А на этом видео вы можете увидеть, как Гера танцует. Правда, моя толстая баба закрыла весь обзор. Ну, идеальная техника, чувство ритма, как и всегда. На этом видео Гера, у которого есть недосчет в зубах, поет. Но это не все. Да, у нас произошла атака террористов, но мы, как настоящие артисты, продолжили петь. А это финальный гимн, который мы пели, прощаясь с детским садом. Ну, он звучит так, что хочется попрощаться с жизнью. Вы посмотрели, как я выступал в детском саду. Теперь посмотрите, как я выступал дома, потому что это два разных человека. О, да! Ну, как видите, все хорошо, все нормально. Чувствую себя вполне ровно. Вот, нет никаких проблем. В этом видео ничего особо не происходит, кроме того, что просто есть Гера, который просто ми-ми-ми. Ми-ми-ми. У тебя пятерку? Гер? По какому? По отвещанию. Ну-ка, посмотри на меня. Да? Ну, пока. Пока. Я продолжаю рисовать жирафика, а сам про себя думаю, когда же ты уйдешь? Со своей камерой. А это уже выпускной в младшей школе, и нам начали раздавать грамоты, и угадайте, какую грамоту получил Герард. В номинации главный выдущик награждается... Гера! За неповторимый выбор в нашем радио. Спасибо. Я выглядел очень скромно, но, конечно, про себя я думал... ЛУУЗЕРЫ! Вы все... ЛУЗЕРЫ. Ну и под конец покажу вам редкие кадры того, как я развлекаюсь со своим братом... И редкие кадры того, как я ем. Да. Просто ем, и ничего больше. Где пожрать, там я! Ну вот и все на сегодня. У меня еще есть куча, куча детских видео, и там я еще более упоротый, поэтому, если вам понравилось это видео, и вы хотите увидеть еще, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И у меня есть для вас небольшое объявление. Следующий выпуск Утро с Яном Губка я сниму в формате ответов на ваши видеообращения. Поэтому, что вам нужно сделать, это прислать мне ваши видео с вопросами, заданиями, пожеланиями для Яна Губка. Я все их просмотрю и выберу лучшие для нового видео с Яном. Можете прислать их мне личными сообщениями ВКонтакте или другими способами, которые вы знаете. Я думаю, вы все равно разбираетесь в интернете лучше меня. Меня зовут Герас Трейзанд. Смотрите мои новые видео и... Нужно уйти креативно. Точно. Так что пока. Были ли когда-нибудь на руках мозоли? И от чего они появлялись? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok